Девушки отдыхают Укороченные брюки, неважно с чем и какой расцветки, на деле их выглядите короче минимум на 10 сантиметров. Укороченные брюки, естественно, потому и укорочены, потому что они укорачивают нам длину ноги. Соответственно, за счет каблука мы можем чуть-чуть эту проблему решить, но все равно ножка станет короче, как обрубочек. Юбки тоже укорачивают ноги, если они на бедрах. Запоминайте вещи с заниженной талией, враг номер два. У высокой, стройной девушки мы добились коротких ног, например, из-за чего? Потому что надели на нее юбку с заниженной талией, да еще и с широкой такой деталью с кокеткой, которая делает ноги просто короткими. Юбка Гаде на третьем месте. Всего пара ошибок, и она безнадежно испортит фигуру. Если это обычная костюмная ткань и средней длины, и Гаде от колена, это мы сразу делаем себе такую обрубленную русалку с утяжеленными бедрами, с утяжеленными коленями. Короткие свободные жакеты и кофты на четвертом месте стирают талию и делают из фигуры квадрат. Рукав чуть-чуть коротковатый, длина чуть-чуть коротковатый, вырез слишком большой, как будто сильно растянутый. Нам это сразу делают шире шеи, область декольте будет невыигрышно подана. Чем меньше, тем лучше. Это про рисунки на тканях. Клетка и полоска могут убрать пару лишних килограммов, а могут и прибавить. Очень нужно внимательно относиться к своим проблемным зонам, потому что если проблемная зона неверно подчеркнута геометрической расцветкой, то это нанесет вам значительный урон, а мы не так богаты, чтобы раскидывать деньги на неправильные вещи. Расцветки под животных на шестом месте. В одежде женщины-зебры или кошки сложно выглядеть стильно, а не вульгарно. Невозможно, если платье вдобавок с глубоким декольте и блестками. Это ужасно. В таком сочетании Саша даже не узнала свою собственную фигуру. Укороченные брюки с заниженной талией, юбка Гаде, короткие кофты, платье под леопарда. Попрощайтесь с этими вещами. Героине фильма «Дурнушка» Бетти еще предстоит все это узнать и перепробовать. А пока она выглядит вот так. И ты всерьез считаешь, что у меня есть будущее, если я останусь такой, как сейчас? Каким будет будущее Бетти? Сможет ли она измениться? Пока вопрос. Но тем интереснее следить за ее приключениями. Елена Богинская, Елена Брик, Первый канал. Субтитры сделал DimaTorzok